Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Местная и региональная демократия в Российской Федерации. Этой теме была посвящена очередная сессия 37-го Конгресса Совета Европы. В Карачао-Черкесии будет работать энерго-класс Росгидро. Сегодня в Северо-Кавказской Академии было заключено соответствующее трехстороннее соглашение. История рода Кономатовых в одноименном фильме. В республиканской библиотеке имени Хальмат Байрамуковой прошла презентация картины. Творчество без времени и границ. Открылась выставка семьи Узденовых, на которой представлены изделия из войлока и предметы старины. В Страсбурге продолжается 37-й Конгресс Совета Европы. В ней участвует глава республики Рашид Тимрезов. Второй день мероприятия был важен для российской делегации, поскольку одной из ключевых тем пленарного заседания стал мониторинговый доклад «Местная и региональная демократия в Российской Федерации». После выступления члена официальной делегации нашей страны, которые выразили согласованное мнение по некоторым пунктам. А в частности было отмечено, что муниципальные и региональные выборы в России прошли в соответствии с избирательным законодательством и соблюдением демократических норм. Сегодня в конференц-зале Северокавказской государственной академии корпоративных университет гидроэнергетики, Министерства образования и науки Крачево-Черкесии и СКГ ГТА подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве и открытии первого энергокласса Росгидро в республике. В нем будут обучаться 80 школьников девятых классов. Альбина Ланкова продолжит тему. В 2019-2020 учебном году в энергоклассах будут обучаться более 80 школьников девятых классов города Черкеска, которые хотят поближе познакомиться с гидроэнергетикой, а также выбрали предмет физика в качестве экзаменационной работы государственной итоговой аттестации. В рамках этого образовательного проекта школьники будут изучать профильные предметы гидроэнергетической тематики, знакомиться с компанией и проходить углубленную довузовскую подготовку по физике и математике. Обучение начнется с экскурсии на энергообъекта компании Росгидро. Чтобы осуществить этот замысел, было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Корпоративным университетом гидроэнергетики, Министерством образования и науки Корчаева-Черкесии и Северо-Кавказской государственной академией, на базе которой и будут проходить занятия. Участники мероприятия сделали фото о памятном дне и отправились в актовый зал академии. Он был заполнен школьниками и их родителями, которые уже в скором будущем будут обучаться в энергоклассах Росгидро. Один из них – Исмаил Шаханов. Его мама говорит, что сын с успехом осваивает точные науки. Этот класс только будет способствовать еще большему углублению его знаний в этой области. Когда мой ребенок заинтересовался вопросом поступления в энергетический класс и возможностью в дальнейшем связать свою жизнь с энергетикой, я, конечно, не могла не одобрить его выбор. Я надеюсь, что у него все получится на его жизненном пути. И он действительно, как он хочет приносить пользу людям, так и будет ее приносить. Росгидро – один из крупнейших российских энергетических холдингов. Обеспечивает почти всю Россию энергией. И я считаю, что это отличная возможность для тех, кто хочет помочь своей стране и обеспечивать ее энергией, ходить вот как раз на эти энергоклассы. Это первый энергокласс в республике. Со следующего года проект будет реализовываться в 10 регионах страны. Уже более 400 школьников успешно прошли обучение в других субъектах. 85% из них выбрали профильное направление обучения в технических вузах. Они регулярно проходят практику в крупных энергообъектах компании. Я с уверенностью могу сказать, что это самый ключевой проект нашей компании в части профессионализации школьников. И мы очень рады сегодня расширить географию наших энергоклассов. Стоит отметить, что созданные энергоклассы Росгидро – один из механизмов реализации программы, опережающего развитие катерового потенциала от новой школы к рабочему месту. Я думаю, вы сделали правильный выбор. К тому же, ваш выбор поддерживают и родители, которые сегодня здесь присутствуют. На протяжении трех лет вы сможете заниматься на этих площадках, более углубленно изучать, как сказал Руслан Махарович, физику, математику, историю гидроэнергетики, историю культуры инженерных специальностей. Торжественное мероприятие завершили праздничным концертом, представленным студентами вуза. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. В республике началась уборка сахарной свеклы. Сельхозпредприятия Карачаево-Черкесии планируют в текущем году увеличить сбор на 27% до 140 тысяч тонн сладких корнеплодов. Средняя урожайность 410 центнеров с гектара, увеличение объемов урожая сахарной свеклы прогнозируется за счет увеличения посадочных площадей, выделенных под эту культуру. 153 начинающих фермера Карачаево-Черкесии получили гранты конкурса «Агростартап». Конкурсный отбор проводился в рамках реализации регионального проекта создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, входящей в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков, в Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями, местами мокрый снег. В горах сильный, ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура ночью минус 2, минус 7, а в горах до 10 градусов мороза, а днем 0, плюс 5. В Черкесске небольшой умеренный снег, местами мокрый. Температура ночью минус 2, минус 4, днем 1, 3, выше нуля. Мебельный центр «Хоум-Плаза» – два этажа изысканной качественной мебели от эконом до премиум-класса. Производство Турции, Китая, Малайзии, Белоруссии и России, а также ортопедические матрасы и аксессуары для сна. Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Бизнес-центр на территории «Строй-Обторга». Продолжаем выпуск. В Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой состоялась презентация документального фильма «Кономатовы». Автор книги, картины постарался воссоздать и передать историю фамилии его современникам. Руслан Джукаев подробнее. Документальный фильм об истории рода создавался в течение шести лет. Создатели картины изучали архивные данные как на территории Карачаева-Черкесии, так и за ее пределами. По словам автора, основной задачей проекта было выяснение истории в отекновении фамилий «Кономатовых», их быт, образ жизни и традиции. На сегодняшний день, исходя из того, какой интерес у нашей молодежи, я думаю, мы добились поставленной цели. Они с удовольствием смотрят, вникают, изучают, кто мы такие. Я думаю, это, так сказать, пусть будет за делом для всего нашего народа, для всех фамилия. Я считаю, что это необходимое дело, которое, значит, где мы должны донести до подрастающего поколения нашу историю. На презентации фильма присутствовали представители общественных организаций и известные деятели культуры, которые поделились своими впечатлениями о работе автора Сагита Кономатова. Время летит особо быстро. Век техники. И молодежь, окунувшись в интернет, зачастую забывает обо всем своем родном. Редко вспоминают историю, тем более фамильные какие-то вещи. Если вот такие фильмы создавать, и они будут в семье, хотим, не хотим, мы иногда будем их смотреть, обсуждать какие-то моменты. Народ, не знающий свою историю, обречен на забвение, равно как и род, не знающий своих корней. Данный фильм Кономатова будет служить историческим справочником для подрастающего поколения, а герои – примером для подражания. Руслан Джукаев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Творчество без времени и границ. Персональная выставка семьи Узденовых открылась в картинной галерее в Черкесске. На суд зрителей представлены более сотни изделий из войлока, изготовленных заслуженным художником Карачаева-Черкесии Амином Узденовым и членами его семьи, а также предметы старины. Выставку посетила и Мадина Каракетова. Звуки гармонии разливаются по выставочным залам. Так мастер музыки, заслуженный артист Карачаева-Черкесии Руслан Качеев встречает своего друга, мастера по войлоку, заслуженного художника Амина Узденова и его семью. Более сотни войлочных изделий и предметов старины расставлены в залах. На официальное открытие выставки «Творчество без времени и границ» пришла общественность города и республики, те, кто ценит народное творчество и историю своего народа. Приехали гости из Москвы и соседних республик. Александр Греков, заведующий отделом декоративно-прикладного искусства Института научно-исследовательской академии художеств, рассказывает, что восхищен экспозицией. На нее он попал из другой выставки. Я оказался в Пятигорске в связи с нашей выставкой Всероссийской народного искусства. Я не мог отказать себе удовольствия посетить и эту выставку народного искусства, потому что с Амином мы знакомы давно. Он вырвался с выставкома, сегодня приехал сюда и был бесконечно рад тому, что я здесь вижу, поскольку это сохранение народных традиций, это сохранение генетической памяти, это сохранение аутентичности нашего существования сегодняшнего. Амин Узденов со студенческих лет занимается войлоком. А началось все случайно. Амин – выпускник художественного факультета Карачаево-Черкесского госуниверситета и довелось ему побывать в Ставрополе на Всероссийской выставке народно-прикладного творчества, где присутствовал и председатель Союза художников России. Он обратил внимание на дипломные работы Карачаево-Черкесского университета. Обычно он больше секунды нигде не задерживался, а тут задерживался на минут 15-20 и очень достойно их преподнес. Вот это народное творчество, вот это, вот. И когда мои друзья, близкие художники, мои коллеги старшие говорят, Амин, это ваше, ты же понял, это пропадает, его никто не восстановит, и тебе надо этим заняться, ты можешь. А почему бы и нет, подумал Амин и пришел к отцу с идеей. Отец говорит, я видел, как мать делала, и раз-раз сделал, ковер закатал, получился. Этот ковер здесь тоже представлен, этот ковер попал на Всероссийскую выставку, а художнику что надо, когда ему говорят, ты молодец, вот у тебя получилось, он растет и хочет дальше что-то делать. Сегодня в коллекции Амина Узденова более 100 вулочных ковров или киизов, как говорят карачаевцы и балкарцы. Амин Узденов не полагался на метод тыком, отщательно изучал технологию изготовления кииза у самых-самых мастеров, жительниц Карачаи и Балкарии, которые занимаются войлоком и передают технологию его изготовления из поколения в поколение. Художник заразил идеи и семью. Сегодня валянием войлока занимается супруга Амина Марина и трое их детей. Вот эта вот прекрасная войлочная роза изготовлена 9-летней Аделией Узденовой. Мой ковер называется «Роза». Я над ним работала, ну, день, потому что он маленький. Было много альбомов с разными картиночками, но я решила сделать розочку. Потому что, чтобы было более понятно, что эта стила была девочкой. В каждый ковер автор вкладывает душу. Это всегда хорошо продуманная композиция со сложным и богатым орнаментом, присущим карачаевцам. И, конечно же, несмотря на совершенствование технологий, изготавливают кииз исключительно по национальным традициям. Но одно новшество Узденовы все же используют – краски. Волочные ковры в старину были только натуральных цветов – черные, белые, серые. Или мастерицы комбинировали эти три цвета для интересности. Ковры же Узденовых пестрят яркими цветами, которыми они обогащают узор. Семья Узденовых – постоянные участники множества выставок, как российских, так и зарубежных, обладатель множества наград. Присутствующие на открытии выставки говорили о важности сохранения истории, культуры и традиций народа, сохранении старинной системы преемственности народных традиций. Они сохраняют народные промыслы, в частности, вылочные работы, киизы на карачаевском корпорации. То есть они не только возрождают, но и сохраняют. И с Амином буквально пять минут поговорили. Он очень энергичный человек и рассказывал, что это всему стоило, сколько всего стоила ему эта работа. И я считаю, что сохранение традиции – это очень важно. Украсили праздник концертные номера артистов республики. Вадима Каракетова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите заключительные серии сериала «Екатерина Самозванца». «Екатерина Самозванца». Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»